Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива, собранном на сетевом хранилище TerraNASBOX 5. Как создать RAID, настроить сетевой доступ к диску, добавить сетевую папку, создать ICSI раздел и восстановить удаленные файлы. TerraNASBOX 5 – это простой в использовании сервер хранения, обеспечивающий доступ к данным по сети. Надежность данных в данном устройстве гарантируется функцией RAID, которая обеспечивает безопасность и восстановление данных. NAS на основе RAID позволяет пользователям добавлять или удалять из него накопители в соответствии с требованиями. Так же, как и другие носители данных и конфигурации RAID, NAS не является отказоустойчивым, независимо от типа, на котором он построен. Существует ряд причин, которые могут повлечь за собой потерю важных данных. Одна из самых распространенных причин потери информации происходит при повреждении файловой системы или выхода из строя оборудования. Сбой питания и скачки напряжения могут вывести из строя контроллер, диски или другую аппаратную часть хранилища, случайное удаление, форматирование, неправильная настройка и другие ошибки пользователя. И еще один распространенный случай потери информации – неудачная прошивка NAS. При поломке сетевого хранилища или повреждении RAID его не удастся восстановить средства MINAS хранилища без потери информации, так как в процессе перестроения система отформатирует накопители. В итоге вы потеряете всю информацию, которая хранилась на дисковом массиве. Достать данные из поврежденного или разрушенного RAID – непростая задача. Дело в том, что информация записывается фрагментами на каждый диск, из которых состоит RAID-массив. Чтобы достать из него данные, нужно собрать из накопителей разрушенный RAID-массив. Для этого потребуется программа для восстановления данных с RAID. Далее в видео я покажу, как создать RAID шестого уровня и с помощью какой программы можно восстановить данные с него в случае поломки нас хранилища. Для общего понимания процесса построения RAID давайте рассмотрим, как создать его на данном типе устройства. Откройте любой браузер, который установлен у вас на ПК и перейдите по адресу, на котором зарегистрирован нас. Введите IP-адрес в адресную строку браузера. Затем введите пароль администратора, по умолчанию это админ. Если вы его уже меняли, введите свой. В открывшемся окне менеджера кликните по значку RAID или откройте раздел Storage – RAID. Для добавления нового массива кликните по кнопке с плюсом – Create. Здесь отметьте диски, из которых будет состоять RAID. Ниже укажите его тип. Если нужно, измените имя, размер блока и файловую систему. Для подтверждения кликните по кнопке Create и в окне предупреждения – Yes. По завершении вы увидите окно с уведомлением, что RAID создан успешно. Ок. Файлы будут заливаться на нас по FTP, поэтому далее я покажу, как его настроить. Для активации FTP-соединения разверните вкладку System Network – FTP. Здесь установите отметку напротив Enable – Включить, а затем укажите дополнительные параметры. И для подтверждения внесенных изменений кликните по кнопке Apply. Теперь FTP-сервер включен. Можно подключиться к сетевому диску по FTP и записать данные. Но прежде добавим новую сетевую папку. Для этого кликните по ярлыку Share Folder – ADD. Укажите имя папки и права доступа. Apply. И ОК. После подключаемся к сетевому хранилищу по FTP и заливаем нужные файлы. Данные модель сетевого хранилища позволяет делать снэпшоты ваших данных. Это полезная функция, которая обезопасит вас от случайного удаления важных файлов. Кликнув по папке, состояние которой нужно скопировать, нажмите по кнопке Snapshot. И дождитесь окончания процесса. После чего у вас будет резервная копия папки и его содержимого на этот момент времени. Помимо FTP подключение, TerraNAS позволяет настроить ICSI соединение. Для того, чтобы создать ICSI раздел, перейдите в вкладку Storage в Space Allocation. Здесь кликните по кнопке ADD, укажите нужный объем, имя цели и другие параметры. И для подтверждения внесенных настроек – ОК. Создание раздела ICSI завершено. ОК. Далее осталось подключить его к ПК и разметить в управлении дисками. После чего он появится в ПРОВОДНИКЕ. Если вы случайно удалили файлы с ICSI диска и их нет в корзине, их поможет вернуть программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. При обычном удалении вам не нужно будет доставать диски из нас и собирать из них рейд. Достаточно просканировать диск и восстановить из него нужные файлы. Hetman Partition Recovery сетевой ICSI диск видит как физический, так же как и система вашего компьютера. А это значит, что вы с легкостью сможете его просканировать и восстановить с него случайно удаленные данные. Для восстановления кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа. В таком случае, как правило, достаточно быстрого сканирования. Ждем окончания и смотрим, что ей удалось найти. Как видите, программа без труда нашла файлы, которые были удалены. Теперь их осталось только восстановить. Отметьте нужные файлы и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда их сохранить. Диск, папку. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если ваш рейд поврежден или разрушен вследствие выхода из строя нас хранилища, аппаратного сбоя, неправильной настройки или прошивки оборудования, пропажи доступа к сетевому диску и так далее, собрать из накопителей рейд и достать из него важные файлы вам поможет программа для восстановления данных с рейд «Hatman Raid Recovery». Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов рейд. Она в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный рейд. Для того, чтобы вернуть из дисков данные, их нужно достать из нерабочего у нас устройства и подключить ПК с операционной системой Windows. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь соответствующими переходниками и расширителями. После подключения накопителей операционная система может предложить инициализировать их или отформатировать. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Hetman Raid Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный рейд. Внизу вы увидите детальную информацию о собранном дисковом массиве. Для запуска поиска файлов кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите открыть. Затем укажите тип сканирования, быстрый или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет в большинстве несложных ситуаций. Если в результате программа не нашла нужных файлов, вернитесь в главное меню программы и кликните по диску правой кнопкой мыши, выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Как видите, программе без труда удалось собрать разрушенный рейд и она нашла все файлы, которые были записаны на сетевом диске. Ранее удаленные файлы отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно увидеть в окне предварительного просмотра. Далее. Отметьте все, что вам нужно вернуть. И нажмите «Восстановить». Укажите путь, куда сохранить файлы. Диск. Папку. Затем нажмите «Восстановить». И готово. По завершении все файлы будут лежать в выбранном каталоге. Также можно восстановить файлы из ICSI диска. Открываем диск. Как видите, в таком случае быстрое сканирование недоступно. Доступен полный анализ. Указываем файловую систему. Если она вам известна. В противном случае оставляем все по умолчанию. Отметку поиска по сигнатурам можно снять. Ждем окончания анализа. Как видите, программа нашла все файлы, которые хранились на ICSI диске, включая удаленные. Осталось их только сохранить на диск. В некоторых ситуациях при повреждении накопителей, или затирании служебной информации, которая на ней хранилась, Hetman RAID Recovery может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если программа не собрала из дисков RAID массив и вам известны его параметры, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Для этого откройте RAID конструктор. Здесь выберите пункт создание вручную. В следующем окне заполните поля с данными RAID. Его тип, порядок блоков, размер, добавьте диски, из которых он состоял. И с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически, его нужно будет вводить вручную. Заполнив все известные параметры, нажмите добавить. После чего в менеджере диска появится RAID, собранный вручную. Далее запускаем анализ, ищем файлы, которые нужно вернуть и восстанавливаем. Восстановление данных с RAID сложный процесс, поэтому важно осторожно обращаться с поврежденными дисками в процессе восстановления. С помощью Headman RAID Recovery вы сможете сделать образы дисков и проводить сканирование уже с образов, что продлит работу поврежденного накопителя. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok